Добрый день. Меня зовут Кулябов Дмитрий Сергеевич. Я профессор кафедры прикладной информатики теории вероятностей. Я хочу рассказать вам о магистерской программе управления инфокоммуникациями интеллектуальной системы направления фундаментальной информатики информационной технологии. И не только кратко рассказать об этой программе, но и рассказать, как будет осуществляться прием на эту программу, как будут проходить экзамены в 2020 году. Эта программа начала реализовываться в 2012 году. Руководителем программы является доктор технических наук, профессор Константин Евгеньевич Самойлов, заведующий кафедрой прикладной информатики теории вероятностей. У нас в РУДН две кафедры, кафедра прикладной информатики теории вероятностей и кафедра информационных технологий, они совместно составляют основу направления информационных технологий. Эти две кафедры работают вместе, добиваясь совместного результата. Ну, фактически можно сказать, что разделение между кафедрами достаточно формальное. Поэтому, поступая на эту программу, вы можете специализироваться у научного руководителя с любой из этих кафедр. Наш ВУЗ, Российский Университет Дружбы Народов, заслужил высокого права разрабатывать собственные стандарты высшего образования. Таким образом, эта программа с 2014 года реализуется в соответствии с образовательным стандартом высшего образования РУДН. Естественно, что эта программа имеет международную аккредитацию. На данный момент в программе имеется только одна форма обучения, очная, и язык обучения программы русский. Ну, и срок обучения на программе два года, как обычно, и проходит магистратура. Естественно, когда создаются такие программы в рамках ВУЗа, они возникают не на пустом месте. Они возникают на основе работы сотрудников этого ВУЗа, которые привносят свои разработки, свои инновации, свое уникальное видение в этой программе. И действительно, если посмотреть по разным ВУЗам, даже с одинаковым названием, программы будут достаточно сильно отличаться. Ну, это я имею в виду ВУЗы верхнего уровня, которые разрабатывают и проводят в жизнь программы сами. Естественно, что программа богата авторскими курсами, потому что преподаватели у нас это не просто преподаватели, не просто люди, читающие лекции, это активные ученые. И в своих предметах, в своих лекциях они преподносят студентам результаты своей научной деятельности, дают возможность двигаться им вверх. Тематика выпускных коллекционных работ разрабатывается в соответствии с современным состоянием науки, экономики, инновационной деятельности в стране и в мире. Так сложилось, что на этой программе есть три профиля. Профиль создания и сопровождения информационных систем. Профиль научных исследований в области инфокоммуникаций. Профиль научных исследований в области математического моделирования и вычислительного эксперимента. Вообще, если посмотреть на предметы, которые даются на этой программе в рамках стандартов высшего образования России, мы увидим, что данная программа готовит высококачественных, высококлассных специалистов в области прикладной математики. И тонкость вашего направления, конкретная ваша специализация будет раскрываться именно в рамках конкретной программы, реализованной в конкретном ВУЗе, тут в частности в нашем ВУЗе, и в рамках конкретного профиля. Естественно, что поступив, вы, может быть, не сразу выберете нужный профиль, не сразу начнете по нему работать, но наверняка к концу первого семестра вы уже определитесь со своим профилем, выберите себе научного руководителя и будете заниматься обучением и научной деятельностью. Давайте кратко посмотрим, как будет проходить поступление в этом году. В связи с известными вам проблемами, не только в российском, на мировом масштабе, в этом году медисплинарные испытания при приеме на обучение будут проходить в виде компьютерного теста. Давайте посмотрим формально, как выглядит этот тест. Итак, 100-бальный тест, то есть по результатам теста вы получаете до 100 баллов. 20 вопросов, баллы по вопросам распределены равномерно, то есть по 5 баллов на вопрос. На все вопросы отводится 80 минут, то есть в среднем 4 минуты на вопрос. На мой взгляд, это более чем достаточно. Какие типы вопросов? Ну, это простейшие вопросы с выбором одного ответа, с выбором нескольких ответов, и с вычислительным ответом. То есть нужно произвести определенное вычисление и внести результаты этого вычисления в графу, который будет сравниваться с правильным результатом. То есть, как видите, все очень просто. Ну, и тематика вопросов связана с проблематикой обучения на данном направлении. То есть, поскольку у нас тут тематика – это непрерывные модели, дискретные модели, машинное обучение, теория вероятности, статистика, теория массообслуживания и так далее, то у нас, естественно, нужно показать знание и умение решать систему линейных уравнений, производить операции над матрицами, делать простейшие вычисления пределов, решать обыкновенные дифференциальные уравнения, осуществлять разные статистические расчеты, дисперсия, моменты, ковариации, мат-ожидания, знать математическую логику и владеть такими направлениями, как работа с базами данных, в частности с реляционными базами данных. Итак, давайте посмотрим несколько примеров вопросов в тесте, то есть вот такие стандартные вопросы там будут и вы на них можете отвечать. Итак, видите, вот этот вот вопрос с вычислительным ответом. Вам нужно будет ввести в графу нужный ответ. Пять знаков после запятой. С учетом правила округления тоже нужно знать. Здесь нужно вычислить предел и ввести ответ. Здесь нужно сделать единичный выбор. Тут очень просто увидеть, если у нас выделение вопроса отмечено кругляшками, то это единичный выбор, а если квадратиками, то это множественный выбор. Здесь у нас единичный выбор. Но вы тут больше, чем в одном и не поставите ответы. Здесь же нам нужно найти решение задачи Каши. Простейшее решение. И тут нам будет представлено на выбор несколько ответов, которые нужно будет выбрать. какой-то один ответ. Какой правильный ответ будет. А вот в этом тесте нам нужно решить задачу Каши и ответ ввести в поле. Здесь нам нужно сделать операции с матрицами. Видите, учитывать скобочки нужно. И опять же мы получим число. Тут можно увидеть. Получим число. И это число нужно будет ввести в поле ответа. Здесь мы должны опять одиночный выбор осуществить. это простейший вопрос на знание. Здесь опять вопрос на получение ответа. Тут у нас система линейных уравнений. решив систему линейных уравнений вы получите три значения x1, x2, x3 вектор значений. Ну и подставив вектор значений в первое выражение вы получите финальное число, которое нужно будет написать в качестве ответа. Здесь вопрос на кеории вероятности и матстатистика. Здесь опять же есть несколько ответов. Причем как вы видите вам говорят, что ответов может быть один или несколько. Множественный выбор. Множественный выбор не всегда означает, что нужно выбрать несколько ответов. Может быть один ответ. Здесь опять на матстатистику. Тут уже явно вам написано, что нужно будет выбрать один ответ. Естественно слайд мы не поменьшаем ответы, а там будет просто выбор нескольких ответов, которые нужно будет выбрать. Естественно этот вопрос не только на знание статистики, но на понимание математических формул, понимание что д это дисперсия, коф это ковариация и так далее. То есть нужно уметь читать еще математические формулы. Ну и опять на выбор одного или нескольких ответов множественный выбор вы получите увидите один или несколько ответов должны выбрать. Таким образом, как вы видите, испытания в виде тестовых заданий не должно составить для вас большей трудности. если у вас возникают вопросы по приему дополнительные, вы можете обратиться на сайт Центральной приемной комиссии Российского университета дружбы народов, а также можете звонить по телефону, посылать e-mail, ну или посетить лично адрес почты и телефоны указаны на данном слайде. Большое спасибо вам за то, что вы просмотрели эту презентацию. Мы ждем вас на наши магистерские программы. Продолжение следует...